В контролирующих органах не знают, сколько в Кирове частных детских садов. Такое заявление прозвучало сегодня на встрече уполномоченного по правам ребенка с руководителями этих учреждений. Но, как выяснилось, это не единственная проблема в сфере дошкольного образования. Что обсуждали и какие решения приняли, расскажет Елизавета Халикова. Обсудить вопросы и попытаться решить проблемы с представителями власти пришли больше 30 индивидуальных предпринимателей. Представители ведомств пожаловались, некоторые частные детские сады не имеют лицензии, поэтому контролирующие органы не могут проследить, в каких условиях там содержатся дети. Тем не менее, во время проверки нарушения обнаружились и у лицензированных частных детских садов. Некоторые из них находятся в подвалах и на цокольных этажах зданий. Кое-где не соблюдаются условия хранения пищи. Я был поражен на улице Красноармейской, когда у нас был офицный центр. Значит, две соседние офисные комнаты, дальше идет офис туристической фирмы, дальше идет офис одной из косметических фирм, в которой кулер общий на все помещения и дальше туалет. Вход с улицы абсолютно свободный. Дети вот полтора-два года. Я думаю, что коллеги, кто работает в этой сфере, понимаете, что в таких условиях обеспечить безопасность детей никоим образом невозможно. По словам руководителей частных детских садов, они стараются создавать лучшие условия для содержания детей, но часто мешают объективные обстоятельства. Например, жалуется глава одного из детских учреждений Светланы Ведерникова, арендная плата за помещение очень высокая. Я думаю, наверное, добьемся все равно какого-то результата положительного. Только если нам будет помогать город, что мы можем его нам субсидировать, тогда мы снизим свою, получается, плату за содержание детей в детских садах. Уполномоченный по правам ребенка заявил, проверки частных детских садов продолжатся и закончатся только тогда, когда специалисты контролирующих органов будут уверены – дети в полной безопасности. Елизавета Халикова, Сергей Лошкарев, Бюро новостей Давича.